Глава шестая. Последний расчет с господами Шемельпфенингами. Машу выпустили из больницы. Куда идти? Конечно, на старое место, к Шемельпфенингам, где оставались кое-какие вещички ее до жалования за прожитое время. Оставаться у них или нет, думала про себя Маша, у которой, кроме Шемельпфенингов, не предвиделось впереди никакого приюта. Ну, конечно, оставаться, если и если оставят. Ей было горько и оскорбительно на саму себя. Принявши такое решение, самолюбие и гордость человеческого достоинства, столь много и неправо оскорбляемого в этом доме, предъявляли свой протест против ее решения. Голод же и холод с перспективой темной неизвестности в будущем заставляли ее рассудок и физическую природу по неволе подчиняться пока избранному решению. Она явилась Шемельпфенингом. Там уже, на ее месте, вертелась новая горничная, далеко не привлекательная собою, о чем весьма тщательно и преимущественно позаботилась Луиза Андреевна при выборе во избежание на будущее время каких-либо соблазнов с этой стороны для Карла Ивановича. Ее взяли на место во время болезни Маши. «А, явилась голубушка!» – встретила последнюю госпожа Шемельпфенинг, когда та предстала пред ее кошачьи очи. «Что надобно? Я хотела бы знать, как насчет места, – смущенно выговорила Маша, досадуя на себя за необходимость этого объяснения. На время ли взяли новую служанку или совсем? От места прочь!» – коротко и сухо порешила Луиза Андреевна. «Но у меня за вами еще жалование есть. Надо вычесть». «Без вычет не можне. Вот Карл Иванович придет, он сделает». Пришлось подождать Карла Ивановича, который часа через полтора явился самодовольный, розовый. Дела его по службе были отменно хороши. Дела по части сердца тоже устроились. Он уже мог назвать себя счастливым обладателем пухленькой Минны Францевны. Причем бумажник его не терпел ни малейшего экономического отощания. Снова призвали к себе Машу, господа, Шпимля-Фенинги. Они приготовились упорно рассчитывать с нею, упорно отстаивать каждую копейку, если бы только оттянуть ее представлялась хоть какая-нибудь возможность. Карл Иванович держал в руках записную тетрадку, реестр вещей, принятых Машей. «При поступлении. Тебе было сдано все по счету. Ты это, конечно, помнишь». Отнесся к ней господин Шимельфененг. Маша сделала утвердительный знак головой. При сдаче вещей новой горничной некоторых вещей на лицо не оказалось. Где они? Маша вспыхнула и закусила губы от негодования. «Неужели же ее еще и в воровстве подозревают?» Этого только не доставало. «Я, кажется, ушла от вас в больницу не тайком, а при людях», – отвечала она, сдерживая свое чувство. «Унести с собой мне было нечего. Да и некуда. Я этого не знаю, и потому об этом не говорю», – уклончиво возразил Карл Иванович. «Я знаю только то, что по этому реестру ты приняла вещи, а теперь некоторых нет. Где они?» «Какие же это вещи?» – спросила Маша. «Нет одного чайного полотенца, одного блюдечка и одного стакана. Одну пару моих носков тоже нигде отыскать не могли. Кухонной полотенце одно тоже нет», – поспешила вернуть словечко Луиза Андреевна. «Это до меня не касается. Кухонных вещей я не принимала. Спрашивайте с кухарки. Эти все равно. Все равно», – заспорила хозяйка, которой во что бы то ни стало хотелось заодно наверстать на Маше все свои потери. Но строго справедливый хозяин остановил ее излишний экономический порыв. «Так, ты не знаешь, где эти вещи?» – спросил он бывшую служанку. «При мне, сколько помнится, все было цело. А что пропало без меня, за это я не могу отвечать. Ты должна была сдать по реестру при удалении в больницу», – возразил Карл Иванович. «Ты этого не сделала тогда, а мы при сдаче новой горничной не нашли этих вещей. Значит, кто же отвечает за них? Я, что ли? Или Луиза Андреевна? Или Господь Бог, наконец? Ты принимала, ты и отвечать должна». Маше становилось противной все эти доводы, вся эта казуистика, и потому, лишь бы поскорее избавиться от объяснений, она коротко и презрительно ответила. «Я не знаю, вычитывайте с меня, делайте, что хотите, мне все равно». «Нельзя ли почтительнее?» – строго возвысил голос господина Шиппинфюнинг, и с карандашом в руках принялся за вычет. «Чайное полотенце – 30 копеек, блюдечко и стакан – тоже 30, по пятиалтынному штука носков моих – 50 копеек, итого рубль 10. Да, ты помнишь, матушка, в последний день ты прогуляла без позволения с часу до половины осьмого, итого шесть с половиной часа. В месяц тебе приходится 4 рубля, значит, в день около 14 копеек. За шесть с половиной часов я вычитываю с тебя, даже несколько менее, чем бы следовало. Я вычитываю только 5 копеек. Да кроме того, в нашей квартире стояли твои собственные вещи, в то время, как ты лежала в больнице. Согласись сама, что даром держать и беречь их у себя, когда ты не служишь нам. Мы ведь не обязаны. Твои вещи все-таки стесняли нас. Новой горничной некуда было поставить своих. Мы должны были отвезти им особое место. А этого мы также не обязаны делать. Поэтому за сбережение и за постой твоих вещей мы вычитаем с тебя полтинник. Итого, в общей сложности рубль 65 копеек серебром, остальные 2 рубля 35 копеек можешь получить вместе с паспортом и убирайся себе с Богом. Эта наглая копеечная оскоредность, которая с видом полной законности запускает руку в дырявый карман нищего, до того поразила Машу, что несколько времени она ни слова не могла вымолвить и только с чувством презрительного удивления глядела прямо в глаза господам Шмельфенингам. И эти люди, и это христиане, которые так благочестиво ходят каждое воскресенье в свою церковь, думалось ей в ту минуту. Ну, что же ты стоишь? Возвысил голос Карл Иванович, вручив ей остальные деньги. Расчет получилась полна. Ступай. Маша собралась с духом. Спасибо вам, проговорила она со странной улыбкой. Не знаю, как вы со мной, а я вами совершенно довольна. Так это мое жалование. Оно все тут? Ну, хорошо. А остальное уж пусть вам на гроб остается. Пригодится, как умирать станете. Пусть уж это от меня будет на последний час. Прощайте. Вон дерзкая, вон тварь. В полицию тебя. Вскочили с места оба Шемюфеннинги. Разом, чтобы и духу твоего сейчас же не было в нашем доме. Вон. Маша улыбнулась в последний раз и неторопливо вышла из комнаты. Придя в кухню, она не сдержала себя и разразилась слезами. Вышвырнуть ее вещи на двор, чтобы ни минуты здесь не оставались. Шумели в комнатах раздраженные возглаши господ. Надо было уходить из этой квартиры. Но куда же уходить? Куда и как тащить за собой вещи? Хоть и скудные. Всего-то один узел да тюфяк с подушкою. Но все же. И их же не взвали себе на спину, не зная, куда идти и где приютиться. Кухарка и новая горничная господ Шимельфенингов жалились над Машей ее слезами. Они предложили ей потихоньку от хозяев вынести ее вещи пока до времени на чердак господский. Маша и за то была благодарна. Надо было расплатиться ей с приказчиком из мелочной лавки, где она, живя у Шимельфенингов, время от времени забирала себе в долг кое-какие мелочи на разные житейские необходимости. Предстояло отдать ему ни много ни мало, всего рубль 8 гривен. И, расквитавшись с этим долгом, Маша вышла на улицу с 55 копейками в кармане. На эти 55 копеек ей предстояло кормиться, укрывать от влияния стихии в каком-нибудь углу свое бренное тело. Предстояло одним словом жить. А сколько времени жить, и долго ли проживешь на эту сумму, и как все это кончится, темно и одному Богу известно. Но все же у нее была кое-какая надежда. Она прямо отправилась на Васильевский остров, где жила на месте у полковницы ее бывшая горничная Дуня. К счастью, Маша знала адрес. Дуня не оставит ее, приютит, посоветует что-нибудь, поможет. Придумает, приищет какое-нибудь занятие. Словом, не вся ее надежда на честную жизнь потеряна для нее. И не все же такие, как одни шиммельфенинги, обитают на этом свете. Поплелась пешком на Васильевский остров. Отыскала дом. Спрашивает у дворника, где тут полковница Иванова живет. Полковница Иванова, да она уже день восемь как в Апскоп уехала. А девушка, что в горничных у ней жила Дуня, Дуняша-то. А с нею же, она, значит, и Дуняшку с собой увезла. Надолго уехали. А Христос их знает. Фатеру, как есть, совсем сдали и уехали. Вот тебе бабушка Юрия в день. Подумала Маша с какой-то трагически злобной иронией над собою. Поблагодарила дворника за сообщение и пошла вдоль по панели. Куда пошла, и сама не знала. Все равно, куда бы ни идти, везде одно и то же. Лучше не будет. На дворе уже вечерело. Целый день с крыш обильная вода лилась. По улицам гнилая оттепель мутную кашицу тянула, наквисала. А с неба какая-то неопределенная скверность сеялась. Но к вечеру стало все больше и больше подмораживать. Гнило, холодно и сыро. Кабы снова в больницу теперь. Жаль, что не дольше длилась болезнь. Жаль, что там не издохла. Теперь все равно на улице дохнуть придется. Это хуже потому тем, что тюфяк есть и печка топится. И нужно же быть этой молодости. Нужно же было, чтобы судьба наделила здоровым организмом. Живуч и вынослив проклятый организм молодой. Экая злоба бессильная, бесплодная, закипается в груди. Что это за злоба? На кого она? На себя ли? На людей ли? На судьбу ли? На жизнь? На весь мир Божий? Бог весь на кого? Это все равно. Ни людям, ни жизни, ни судьбе нет до нее никакого дела. Они сами по себе. Ты сама по себе. Чего же тебе еще надо? Но злоба эта вспыхнула на одно только мгновение и затихла, затерялась как-то. Маша не способна была злиться. Ее бессознательно злобная вспышка тотчас же и исчезла без следа. Без результата. Потому что Маша была слишком доброе и кроткое существо, способное только терпеть и страдать, почти одним лишь пассивным страданием. Минутная злоба вспыхнула в ней не настолько, насколько могла бы она вспыхнуть в этом слабом, кротком, терпящем существе. Она сама себе не дала в ней отчета, не знала, как эта злоба пришла к ней и как отлетела. А на ее место того чувства появилась удручающая тихая скорбь. Скорбь без просвета, без исхода и без малейшей надежды. Идет Маша по длинному-длинному проспекту. У колод извозчики балагурят. Страж благодушенствует. По прутьям деревьев, бесконечно тянущихся по лесадниках, ветер бесплатный концерт в пользу бедных задает. Впрочем, проезжающие кареты, громыхая по камням, с ухаба на ухаб, заглушают порою своим самодовольным дребезгом певучие ноты и рулады этого сердобольного ветра. Ты вот, мол, братец, вой себе сколько хочешь, а нам плевать. За нашими стеклами тепло, удобно. Ты стихия несмысленная, а мы произведение комфорта, искусства, цивилизации. И, стало быть, между нами нет ничего общего. И, стало быть, мы и слушать твоих концертов не желаем. Так громыхают кареты, а ветер, знай себе, напевает свою песню, докачает в такт головы деревьев. Слушайте, мол, меня и наслаждайтесь. Я, мол, теперь потешаю вас, как потешал было ваших отцов, дедов, прадедов. Слушайте и наслаждайтесь. Маша идет и старается крепче закутаться в свой платок и запахивает полы своего бурсушки. Потому, в самом деле, очень уж неприятно пронизывает холодная сырость. А навстречу ей парадные похороны тянутся, богатого покойника везут. Впереди едут жандармы, нянятые люди в траурных костюмах, несут размалеванные гербы. И в фонарях свечи вожженные. Чиновники какого-то ведомства на малиновых бархатных подушках различные регалии на показ выставляют. И с примерно похвальным самоотвержением месят ногами жидкую кашицу посреди улицы. Собственно, только ради этого обстоятельства. А за ними, на высоких дрогах, под пышным балахином, сам покойник изволит следовать. За покойником длинный-предлинный ряд карет и экипажей. Зрелищие, величественное, трогательное и умиляющее душу. Ведь вот, умирают же люди, умирают же, думает Маша, провожая глазами колесницу. Зачем же ты, а не я? Зачем, зачем не я? Ты, может, жить хотел и умер, а я? И хотела бы умереть, да живу. Вот и все это к насвете. И Маша отчаянно тоскливыми глазами провожает этот кортеж и идет себе дальше и дальше. Через Николаевский мост перешла и мимо пушкинских бань идет. К баням три кареты подъехали. У кочаров на шапках спереди красный розан торчит, а у лошадей в гривы млиновые банты влеплены. Это значит, купеческую невесту привезли в баню париться. Пьяно-красная толстуха сваха пространно расселась квашнею в первой карете и, хлопая перед носом невесты в свои жирные ладоши, визгливо, сиплым голосом величание какого-то голосит, а из окон двух остальных карет невесты подруги выглядывают. Эти глупые контрасты, словно перегородки, ставят жизнь на каждом шагу прохожему человеку. Когда ты весел и доволен жизнью, ты проходишь мимо, даже не замечая их. Но когда тебя, как муху на лету, сожмет лапа жизни, каждое такое случайное явление начинает получать в твоих глазах какой-то особый смысл и как будто роковое значение. Маша почему-то еще стало хуже сделалось, и все на свете стало ей так темно, холодно в эту минуту, что она с невольным ужасом закрыла глаза, стараясь ничего не видеть, не слышать, и зашагала дальше. Господи, да неужто же нет мне честного исхода? С ужасом воскликнула она после долгих дум и размышлений, и в отчаянии заломала свои беспомощные руки. Вот когда только почувствовала она себя вполне одинокой, она одна, совершенно одна, среди сотен тысяч людей громадного города, и, быть может, ни один человек из этой массы даже и не догадается про ее положение, и ни одному из них нет до нее никакого дела. Среди этой массы людей, в центре этого же самого города, был еще один человек, который чувствовал себя таким же одиноким, бессильным и беспомощным. Это был человек голодный. Он был голоден уже вторые сутки. Вчера его выпустили из тюрьмы. Вчера он не успел поесть, потому что его слишком рано, за два часа до тюремного обеда, вытребовали к следственному приставу, отпустившему его на поруки. Вчера ему от радости и есть не хотелось. Он не подумал. Он и вовсе забыл о пище, потому что всем своим существом отдался одному великому чувству человеческой свободы. Вчера он радовался и горячо любил всех, и даже самой тюрьме простил все, и все ее невзгоды, все то зло, кручину, которое она ежедневно приносила ему в течение более чем целого месяца. Он благословлял свою волю, пока не почувствовал усталости и голода. Усталость и голод заставили его тотчас же ощутить свое полное одиночество, бессилие, бесприютность. Мы оставили его перед окнами блестящего бокалейного магазина, когда голод сжимал его скулы и судорожно поводил мускулы щек. Но тут он вспомнил, что не вся еще надежда пропала. Он вспомнил про того самого товарища своего по рисовальной школе, у которого месяца два назад взял на поддержание альбом фотографий, в тот же день заложенный Морденко вместе с жилеткой гречки и столь неожиданно послуживший одной из улик в небывалом покушении на отцовскую жизнь. Вересов надеялся по-старому найти у этого товарища приют. Скудный кусок хлеба. Но квартирная хозяйка встретила его недовольную рожей и объявила, что она таких шрамыжников, которые за квартиру не платят, держать у себя не намерена. И потому давно уже согнала этого товарища. А куда переехал он, про то неизвестно. Справьтесь, мол, у дворника. Но дворник словно на беду оказался пьян и на все расспросы Вересова только глазами похлопывал. Отбояриваясь тем, что мы-то не знаем, да мы-то не помним, да какой такой это жилец был, да тут мало ли жильцов-то с тех пор перебывало. Дом немаленький, про всех не упомнишь. А домовые книги и управляющего в конторе заперты. А сам управляющий на Сергеевской живет и сюда только временем на два да на три часа в день заезжает. Так и не добился Вересов никакого толку. Плюнул с досады и озлобленный пошел прочь от громадного дома. Что же ты, друг сердечный, будешь делать теперь? Задал он самому себе трудно разрешимый вопрос и не дал никакого ответа. Целую ночь прошатался он по улицам и во все это время часа на три только присел на одной из гранитных скамеек, выдающихся полукругом в Неву, которые попадаются вдоль Гагаринской, Дворцовой и Английской набережной. Он не знал, что делать с собой, не подумал даже, на что ему следует теперь решиться. Он словно самою жизнью дорожил одною одним только чувством, своею свободою. Хотя минутно и пожалел, голодный о тюремных щах, о тюремной жесткой койке. Но эта вспышка горького сожаления была одним лишь минутным следствием отчаяния. Голодному человеку все-таки в высшей степени дорога была его свобода. Прошла тяжелая ночь, прошли утро, полдень, и снова наступил холодный вечер. И вот опять, как вчера, стоит он на ветру перед окнами роскошного бокалейного магазина, жадно любуясь на заморские и отечественные вкусности, а голод еще пуще сжимает его скулы и судорожно поводит личные мускулы. Аппетит у Вересова действительно мог назваться волчьим, который природа, как будто нарочно, посылает человеку тогда именно, когда нет ни средств, ни даже надежды утолить его. Украсть бы, что ли, думал Вересов, заглядывая сквозь зеркальное стекло вовнутрь магазина. Ведь стоит только взойти туда и спросить чего-нибудь. А пока они станут отрезать, да отвешивать, тут и украсть или нет. Лучше подождать, когда народу там больше наберется, покупателей этих. Тут приказчики в суете будут. Экая гадость влезет в голову, сплюнул Вересов густую голодную слюну. Что же ты, однако, мысли-то какие-то подлые украсть. А что же станешь делать не колеешь из голоду? Нет. Лучше попытать другого, решил он через минуту. Да что ж другого? Христа ради просить, что ли? Одно только это и осталось. Подумал, подумал, переминаясь ноги на ногу в крайней нерешительности и, хочешь не хочешь, пришел к последнему заключению. То если не воровать, то действительно одно только и остается. Милостыню просить. И к первому же прохожему робко протянул за подаянием свою зазяблую руку. Закутанный в шубу прохожий даже и не взмянул на просящего. Тот быстро отдернул протянутую ладонь и вспыхнул от стыда за мысль просить милостыню. От негодования на свою неудачу, на что холодное невнимание прохожего в шубе. Сыт каналия. Лень распахнуться на ходу, да руку в карман опустить. С ненавистью проворчал он, скрипя голодными зубами. И медленно отошел шагов в десять в сторону. Но неугомонный желудок сжимался и настойчиво предъявлял свои требования. Под влиянием этого физиологического позыва Вересов опять решился протянуть свою руку. Ну, это неудача. Это один какой-нибудь попался, утешал он себя мысленно. Первый не в счет. Не все же такие, не все. Не может быть, чтобы все такие были люди. Ведь подаст же кто-нибудь. Ведь есть же человеческая душа. Ведь был же и сам кто-нибудь из них голоден. Прошел второй. Ничего. Третий. И ничего. Четвертый, пятый, шестой. И все-таки ничего. Вересов готов был зарыдать от злости и голода. Идет какая-то старушенция в капушоне. Христа ради. Простонал голодный, протянул к ней руку. Старушенция сперва как будто испугалась и отскочила в сторону, увидев перед собою внезапно подошедшего и обратившегося к ней человека. Но потом торопливо порылась в кармане и еще торопливее подала ему денежку. Вересов с горькой, иронической усмешкой поглядел на свою развернутую ладонь и на медную монетку. Денежка, подумал он. Денежка. Даже менее гроша. На это в самой жалкой лавочке даже ржаного куска не отрежут. А может, еще кто-нибудь подаст денежку. Вот и гроша будет. Продолжал он думать с надеждой на кусок хлеба и снова начал просить подаяния. И снова прошел прохожий. Ничего. Прошел другой, третий. Целый десяток прошел. Двадцать, тридцать. И хоть бы взглянул кто-нибудь. Все мимо и мимо. Нет. Украсть лучше. Украсть вернее будет. Решил он наконец и опять подошел к окну бакалейного магазина. Сквозь стекло видно. Стоят три-четыре покупателя. Вас-то мне только и нужно. Теперь самое время. И он смело переступил порог магазина. Приличные ярославские бородки в чистых полотненных фартуках суетились около покупателя и, по-видимому, все были заняты. Вересов стоял в недоумении. Не зная, как и к кому обратиться. И что спросить? Он почувствовал величайшее смущение. А глаза между тем разбегались на тысячу предметов. Но как нарочно попадались все неподходящие вещи. Банки с какими-то соями. Сиропы. Консервы с фруктами. А он искал какой-нибудь колбасы или сыру. Где же они? Где же? Ведь, кажись, тут им где-нибудь надо было быть. Думал он, растерянный и смущенный, тщетно перебегая глазами от одного предмета к другому. И как это я давеча проглядел. Надо было раньше хорошенько высмотреть место. О, проклятые! Вам чего надо? Громко и без особой церемонии подошел к нему приказчик, подозрительно оглядывая его жалкую фигуру и плохое пальто. Мне-мне. Вересов чувствовал, что голос у него застрял как-то в горле, сдавленный мокротою и сухостью во рту. Так что трудно было издавать звуки и выговаривать слова. Мне в фун сыру отречьте, проговорил он наконец, голландского или швейцарского? Швейцарского, пожалуйста. Сейчас будет готово. И приказчик побежал в другое отделение за сыром. О, черт возьми! И они туда попали. Надо было в то отделение пройти. С досадой подумал Вересов. И вдруг золотая надежда. Он увидел в двух шагах от себя колесо колбасы, тщательно завернутой, тончайший лист фольги. Ее, ее и тащить! Мелькнуло его о голове. Скорее тащить, пока не заметит. Пока не заметит. Тащить! Он пытливо и тревожно посмотрел во все стороны, быстро обернулся на приказчиков, покупателей. Хорошо, не видит. И робко протянул к заветному куску свою дрожащую руку. Но страшное дело. Кровь приклынула к голове. И в глазах замутило. Вор с презрительным укором. И даже насмешливо шепнул ему какой-то внутренний тайный голос. И он торопливо отдернул свою руку. А голод не дремлет. Напротив, при виде колбасы, еще сильнее разыгрывается. Да, вор. Голодный вор. Он в ответ говорил этому насмешливому и укоряющему голосу. Что же это я? Чего я испугался? Минута и все кончено. Упустил минуту и пропало. Скорее, скорее. И снова рука протянулась к колбасе. А глаза, не глядя на нее, следят за малейшим движением остальных людей, находящихся в лавке. Вот уже пальцы до нее коснулись, а сердце стукает и колотится во рту. Что-то горькое, липкое. Проклятая рука дрожит, трясет, сочувствуешь его концами пальцев. А поймать не можешь. Словно бы этот кусок зачарован. Словно бы он ускользает из-под руки. Что же за дьявольщина? А, наконец, вот он уже в руке. Скорее его прятать. Скорее. Да где же это карман? Где он в самом деле? Затерялся ли черт? Шутит надо мною. Думает Вересов, шаря у себя по пальто. И от волнения до от дрожи никак не успевая нащупать карман свой. Вот, кажись, как будто и чувствует его. А рука не попадает. Не может положительно, не может попасть в него. Тяжела бывает человеку первая кража. А между тем показался приказчик с куском сыру на листе бумаги. Попался. С отчаянием думает голодный. Всему конец. Попался. Скрутят руки. Полиция. Тюрьма. Вор. Мазурик. А срам-то. Позор-то какой. Господи. Приказчик подошел к нему в эту самую минуту. И колбаса как была, так и осталась в руке. Что вам может быть эту колбасу желательно? С ухмылкой обращается он к Вересову, еще подозрительный, прежнего оглядывая его наружность. А? Есть спасение. Мелькнуло сознание неудачного вора, который за миг перед этим почти был готов лишиться чувств или во всем признаться. Да, я хотел бы. Пробормотал он смущение. А что цена ей? Цена? Руб двадцать пять копеек. Равнодушно отвечал приказчик, не спуская с него глаз. Ох. Нет. Это больно дорого. Еще смущеннее пробормотал Вересов и положил колбасу на прежнее место. Он был необыкновенно рад в эту минуту, что наконец-то успел положить ее. Рад потому, что нравственное чувство, шептавшее ему вор, хоть немножко успокоилось, затихло. Ну да, это точно, что дорого. Всякой вещи своя цена, усмехнулся Ярославец. А вот за фунтик сыру прикажете получить сорок пять копеечек серебром. Вересова, как обухом, по лбу ошарашило. Он забыл и не сообразил, что ему предстоит еще это милое положение. Окончательно растерявшись, стоял он перед приказчиком и бессмысленно хлопал на него глазами. Тот повторил свое требование – сорок пять копеек. Вересов вздрогнул и как бы очнулся. Деньги? Ах да, деньги. Деньги? Пробормотал он и полез шарить по своим карманам. Деньги? Сейчас сорок пять, вы говорите, сию минуту. Ах, боже мой, да где же это они? Что же это значит? Он перекладывал руку из одного кармана в другой, а из этого в прежний перекладывал, шарил и бормотал себе под нос. И с каждым мигом, с каждым словом смущение его все росло и росло. Потому что Ярославец, словно бы грозный призрак, неотступно стоял перед ним с куском сыру и неотступно следил за малейшим его движением, самой ехидной, насмешливой улыбкой. Остальные приказчики и несколько покупателей тоже обратили на них свое внимание и с праздным любопытством наблюдали за этой интересной сценой. Вересов не видел, но чувствовал на себе и взоры. У вас кармашки-то видно с дырою, с изъянцем, заметил Ярославец, не скрывая самой наглой, самой обидной иронии. А? Что вы говорите? С дырой? Нет. Но представьте себе, что же это значит? Вот положение-то. Ах, батюшки. Бормотал Вересов, не зная, куда деваться от стыда и не смея глаз поднять. Ну так и есть. Вера на дома. Извините, пожалуйста. Тот это, что дома. А еще колбасу торгуешь. Ах, ты, мазура-мазура оголтелая, стащить хотел? В полицию бы тебя каналью. Проваливай вон, проваливай. Много вас тут таких шатается. За шею вашего брата. И он, без церемонии, толкая в шею и в плечи, перевернул его раза два-три и вышвырнул за дверь магазина. Снова очутился Вересов на улице. Минут пять он не мог опомниться и прийти в себя. Жгучее чувство стыда, сознание позора, перенесенного при посторонних людях, сознание людского бессердечия, досада и злость и голодная тоска. Все это наплывало на него разом, душило, душило под собою. Оскорбили, надругались, вытолкали в шею. За что? За то, что думал украсть? Да разве я украл? Нет, за то, что я голоден. За то, что мне жрать нечего, а они сыты. За то, что я хотел украсть без права, а они обкрадывают с правом. Честная торговля? По праву сытого, по праву подлости. О, подлость! Это великое право! Самое сильное право! Нет сильнее его! Думал Вересов, словно пьяный, шагая по улице с сжатыми кулаками и скулами. Но как ни горько и больно было у него на душе, а голод пересиливал всякое нравственное чувство. Видит он на углу, саечник стоит, и около его лотка два извозчика печеными яйцами лакомятся. С великою завистью, даже ненавистью, как-то оглядывал их Вересов и в раздумье остановился неподалеку. Он нацеливался. Нельзя ли как-нибудь стащить с лотка сайку одну? Уж теперь-то я буду смелее. Не таким дураком, как сейчас. Думает он и косит на лотокс, то поближе к нему подойдет, то остановится, но нет. Все еще не выпадает ему удобная минута. Подглядь-ка, паря, что этот малый все туточки вертится, часом, гляди, может и стащить что-то раз. Заметил саечнику один из извозчиков, указывая пальцем на Вересова, подход, свои взгляды которого действительно заключали в себе нечто подозрительное. На медний вечер у меня тоже девчонка одна, махонькая совсем, калач было стащило, отозвался саечник. Только отвернулся, а она и стащила. Тоже вот так-то все. Вокруг да около шныряло-шныряло. Ну, вот это стащило и бежать. Я за ней. Нагнал да сгребал под себя. И ну-ка лошматить. Знай, мол, на предки, как чужое добро воровать. Воруй, мол, свое, коли охота есть. Ну и наклал же ей по загривку. Так что ж ты думал, паря? Сама кричит, а сама калач шамкает. Так из рту и не выпущает его. Беда. Какой, но не народ, мазурик стал. А ведь махонькая. От земли, почитай, не видно. Выпущай его. Беда. Вересов, который стоял не более как в трех-четырех шагах, слышал весь разговор этот. Эх, брат, Иван Осипович, плохо тебе приходится. Покачал он головой с какую-то грустную иронию над самим собой. Вот и дождался. Еще и украсть не успел. А вы же люди добрые. За мазурика тебя считают. Голодного-то за мазурика, а все потому. Зачем голоден? Не надо голодным быть. Нехорошо. За мазурика видно и в самом деле, что голодный, что вор. Одна собака. Вор стало быть человек голодный. В эту минуту размышления его были прерваны вечерним звоном колоколов. На завтра люди праздника какого-то ждут, поэтому сегодня по церквам всенощный служат. А, вон оно в чем дело, штука. Воскликнул Вересов, озаренный новую мыслью, и направился к церкви. Он стал на паперти, где уже находились два ряда нищих. «Завсегдатаев этого храма, подвинься, бабушка!» Просительно обратился он к одной старушонке, стоявшей между другими, недалеко от входа. «Куда тебе двигаться, батюшка? Это мое место!» «Я на своем месте стою», – возразила старушонка с сознанием всей законности собственного права. Вересов не стал распространяться и поместился подлиннее, у колонны. Для этого он должен был потеснить несколько двух соседок. Старушонки сильно возраптали. «Шо это, матушки мои, затороторили они? Мало места в церкви, что ли? Проходи в церковь, батюшка. Здесь тебе негоже стоять. Здесь ведь нищенские стойла. Мне и здесь хорошо, – возразил Вересов. Ведь я тебя не трогаю. Так чего же тебе? Все равно, где не стоять». Старушонки долго еще шептали себе под нос, но пока до времени не подымали новых протестов против пришельца. Из церкви между тем вышли две женщины и стали отделять кое-кого из нищей братьев. Может, еще полушка будет, а может, копейка. Ободрился Вересов и вместе с другими протянул свою руку, в которую, однако, ничего не попало. Зато едва сердобольные прихожанки сошли с паперти, как на него накинулись и старушонки, и старичье, и весь почти кагал завсегдатаев. «Да ты милостыну просить. Да ты звонить тоже вздумал. Да ты кто такой? Да откуда народился? Платил ты за свое место или нет? Платил ты, что ли? Что лапу-то протягиваешь? Кто тебя ставил сюда? Кому ты платил за стоило? Как? Кому? Зачем платить? Чего вы прете на меня?» Огрызался Вересов, отпихиваясь от наступавших коллег и старушонок. «Э, брат, это не панель. Здесь места зарученные. Здесь, брат, каждая стойла оплачена. Да чего тут толковать-то? В шею его, в шею! Балбень экой! Парень, а туда же звонить пришел. Староста, да ты чего ждешь? Своих забежать позволяешь. Тури его, турист за паперти. И местный нищий староста, повинуясь голосу артели, тычком спустил Вересова с гранитных ступеней. «Господи! И на милостыню откуп, и на милосердие продажа!» Воспыкнул он с горечью и отчаянием. «Да и чего ж тебе ждать? Как будто ты не знал этого». И он вспомнил, что, сидящее в тюрьме, слышал от арестанта, будто в некоторых церквах и прислуга отдают нищим на откуп, и как бы с торгов все места на паперти, причем стоило, ближайшее к двери, ценится дороже, а дальнее дешевле, и будто цена за лучшее доходит даже до полутораста рублей в год. Но, во всяком случае, это воспоминание было для него теперь вполне бесплодно, и разве только подбавило желчи к его отчаянному положению. Голод становился все сильнее и сильнее. «Господи! Зачем я вышел из тюрьмы? К чему было рваться на эту волю проклятую? Зачем? Что мне в ней? Зачем она мне? Чтоб околеть с голоду до холоду? Воля хороша сытому, а голодному воля смерть». И ему уже вспала на мысль кинуться на первого встречного, избить его, и сгрызть зубами, и сцарапать когтями в кровь, изуродовать, чтобы сорвать на ком-нибудь свое зло, но главное, чтобы его за это схватили и отвели в тюрьму. В тюрьму нет, брат, в тюрьму не отведут, а вот в часть, ну, это точно, в часть-то посадят, в Сибирку швырнут, и есть, и есть-то все-таки не дадут до завтрашнего дня. До полудня все-таки ни крохи во рту не будет, и никто не даст, никто. Вот идет какой-то прохожий, кинуться на него, что ли, а грабить, тогда и тюрьма будет, тюрьма, сидеть в тюрьме нет. Это скверная штука. Вересов остановился в ту самую минуту, как уж готовился было диким зверем броситься на человека. Как там не рассуждай, а в тюрьме, даже для голодной пари, есть что-то скверное, смрадное. Словом, есть все эти свойства и атрибуты неволи. Оно только на вид, и то лишь в минуту ропота и озлобления может показаться, будто и ничего, будто тюрьма лучше воли. Но, видно, уж так человек устроен, что нет такого каторжника, который не предпочел бы душному острогу всех ужасов голодной, да зато вольной смерти в Брятской степи, да и в лесах бугров яблоневых. И Вересов почти остановился инстинктом в своем намерении перед мыслью о новой неволе, перед повторением всего того, что уже было изведано им в тюремном замке. Можно украсть и не попасться, и много раз не попасться. Ведь не все же попадаются, думал он, продолжая шагать по тротуару. А уж если суждено околеть, так лучше же околеть, где сам захочешь и как захочешь. И он идет, а сам как-то вглядчиво всматривается во все стороны тротуара, словно бы ищет чего и не находит. «Действительно Вересов искал. Он искал и думал нелепые думы, и строил нелепые надежды. Ведь вот, может, судьба пошлет на мою долю. Чем по сторонам глазеть, лучше гляди себе под ноги. Вдруг я найду что-нибудь. Хоть гривени какой-нибудь, хоть пятак. Ведь случается, что и находят же люди. На пятак ведь отпустят из лавочки хлеба. Два фунта отпустят. Два фунта. Глазел бы и по сторонам. И, может быть, прошел бы мимо. А теперь, может, найдется что-нибудь. А что если, Господи, что если я вдруг целый бумажник найду? Что если я вдруг тысячу, три тысячи, десять тысяч найду? Ведь возможно. Ведь бывают же и такие случаи. Надо только искать, искать. Повнимательнее. И Вересов ищет. Вересов пристально. Во все концы разглядывает плиты тротуара и окраины мостовой. Но ничего не находит. Вот виднеется стоптанная бумажка. Он со стремительной жадностью кидается на нее. Как кот на добычу. Кидается с ужасной боязнью. Чтобы кто-нибудь другой одним мгновением не предупредил его. Не выхватил бы из-под руки. Ой, если бы выхватил, он тут же, может быть, задушил бы его. И вот бумажка в его руке. Дрожащими пальцами развертывает он ее самым тщательным, самым осторожным образом. Вглядывается при свете фонаря. Может быть, ассигнация. Может быть, рублевая или синяя. Или красная. Ёкает и шепчет ему сердца. Нет. Это просто грязная бумажка. И Вересов со стервенением швыряет ее в сторону. И нарочно еще пуще затаптывает в грязь своим каблуком. Словно бы эта бумажка лично виновата в его разочаровании. Словно бы не сам он создал себе свою мечтательную надежду. И она, именно она, подстроила нарочно всю эту насмешливую скверную штуку. Туда же. Денег глупец захотел. Бормотал он сквозь зубы, судорожно сжатые от голода и злости. Как будто они нарочно для тебя так и валяются по улицам. Как будто у тебя нет денег. Ведь есть, есть, есть. Вот целая денежка. Христианская добродетель дала тебе ее. Милосердие подала. Шутка ли сказать? Денежка, денежка. И он еще остревенее прежнего и с отвращением далеко отшвырнул от себя медную монетку. Словно бы не она, а какая-нибудь скользкая, холодная гадина нечаянно попала ему в руку. Швырнул и пошел далее. Но черт знает, как есть хочется. Все те ощущения, которые пережил он в течение этих двух дней, в общей сумме своей, слились в одно какое-то озлобленное, тягостное чувство. И это чувство еще усиливалось суровым голодом. Оно подымало в груди рыдание. И Вересов не сдержался от голоду. Стал он плакать. Но это были не женственные и не ребячьи слезы. Это был какой-то невыносимо надсаживающий душу, тихий, сдержанный и в то же время отчаянный вой голодного пса. Именно вой. Другого названия нет этому глухому, хриплому звуку. Он шел шатаючись от сильной усталости. А слезы ручьем текли по щекам. И из глотки вырывались эти сиплые собачьи вопли. Прохожие оглядывались на него и принимали его за пьяного. Но он шел, ни на кого не обращая внимания, не видя, не слыша, ни чувствуя ничего, кроме тяжести в груди. Мало-помалу разрешившиеся рыданиями, кроме лихорадочного озноба и до тошноты мутящего голода. Когда эти слезы облегчили его несколько, он опомнился и огляделся. Оглядевший же увидел, что стоит на гранитной набережной фонтанки близ Обуховского проспекта, что ведет к ней от сенной площади. Тут только почувствовал он сильную усталость. От продолжительной ходьбы разломило поясницу и размаяло ноги, так что показалось ему, будто дальше он уже не в состоянии двигаться. Пока его злоба и отчаяние не разрешились слезами, они придавали ему какие-то напряженные силы. Они помогали не замечать этой тяжелой усталости, но вылились на кипевшие слезы, облегчилась грудь, утолилась на время злоба и Вереса вдруг ослабел, изнемог. И ему сильно-сильно захотелось спать. Где бы то ни было и как бы попало, но лишь бы прилечь, успокоиться. Голодный сон так и морил его. Где же я опять ночь проведу, однако? Ведь никуда не пустят. Предстала перед ним беспокойная мысль. И он с тоскою стал озираться по сторонам, но нигде нет угла, чтобы хоть как-нибудь приютиться. Все открыто, все на свету, на проходе. Нечего делать, еле передвигая ноги, пришлось идти далее, вдоль по набережной. А вот, наконец, и спасение. Гранитными ступеньками ведет к реке обледенелый спуск. Почти у самого этого спуска зазимовала пустая, брошенная барка. С носа она была почти уже разобрана. Так что из-подо льда торчали вверх одни только ребра. А обшивочные доски кто-то пооддирал уже на своз к дровяному двору. Там из них приготовят убогое топливо на скудную потребу петербургского черного люда. Но корма этой барки была еще совершенно цела, и каюта под нею сохранилась в полной неприкосновенности. Спасибо судьбе. Она посылает, какой ни на есть приют, где можно по крайней мере, если не от морозу, то хоть от ветру несколько укрыться, да все за четырьмя дощатыми стенами, и мороз не так-то донимать будет. Вересов осторожно сошел по скользким ступеням и очутился внутри покинутой барки. Маленькая дверца, ведущая в каюту, полуоткрыта и слегка поскрипывает от ветру. Он робко взялся за нее рукою и ступил за порог барочной конурки. Но едва успел сделать шаг, как изнутри раздалось сердитое рычание. Испуганный Вересов отшатнулся назад и осторожно стал прислушиваться. Рычание замолкло. Но через минуту послышался тихий и жалобный щенячий виск. «Эта собака ощенилась, такая же бездомная, как и я», – подумал он, и успокоенный снова переступил порог каюты. Рычание в темноте раздалось еще сердитое. Но он не смутился и остался на месте. «Нет, уж теперь не выйду», – твердо решил он сам с собою. «Коле тебе есть место, так и мне будет». Собака не унималась. Циц, проклятая циц, зарычал на нее Вересов, топнув ногою, и собака стихла. Не то от страху, не то от собачьего недоумения. Бездомной ощупью пробрался в противоположный угол, чтобы не обеспокоить собаку, и сел в углу. По усталому лицу его тихо прошла улыбка наслаждения. «Слава тебе, Господи!» Наконец-то присесть удалось. После стольких часов ходьбы и утомления он чувствовал, что по одеренелым членам развивается тихое ощущение спокойствия. Глаза невольно смыкаются. Дремота наступает. Но сквозь ее тонкий туман слышит он в противоположном углу шорох, сопровождаемый щенячьим визгом. Сука поднялась со своего места и, осторожно подойдя к затихшему соседу, пытливо стала обнюхивать его. «Что?» «Если ее приласкать», – подумал он, – «может, добрее станет авось, тогда можно будет подли нее лечься рядом. Все же теплее будет». И он, засмоков губами, как обыкновенно это делается, когда хотят приманить собаку, ласково стал гладить рукой ее кудластую голову. Инстинкт ли подсказал животному, что подли него находится не злое существо, или другая тому была причина. Только собака не изъявила более неудовольствия и беспрепятственно позволила гладить свою голову. Снова послышался слабый визг щенят. И сука поспешно удалилась к своим детенышам. Вересов, осторожно ощупывая перед собою барочную настилку, пополз вслед за нею. Он хотел улечься рядом. И вдруг рука его набрела на старую, брошенную рогожу. Это была находка, которая его очень обрадовала. Уж он совсем было подползал к логовище собаки, но та выказала самое решительное намерение сопротивляться. Она встретила его злым и грозным рычанием, не подпуская к своим щенятам. Так что Вересову по неволе пришлось вернуться и лечь на прежнее место. Он покрылся найденную рогожью, только лег не совсем-то ловко, потому под бок что-то жесткое кололо. Ощупавши, Вересов убедился, что это была обглоданная кость. Попытать бы, не осталось ли на ней чего-нибудь. Пришла ему в голову мысль, вызванная голодом, но вслед за ней взяло вверх чувство брезгливого отвращения. Фу, какая гадость. Глотать собачью кость. Но голод был слишком силен и с каждым часом становился все больше. Для человека сытого, здорового и в тепле живущего, да обладающего кое-каким запасом крови и жиру, пожалуй, что и не многого стоит перетерпеть двухсуточный голод. Особо ущерба здоровью в этом случае может и не оказаться. Но совсем другое дело, человек хилый, худосочный, каким всегда был Вересов. Человек, просидевший месяц в тюрьме, на скудной, непитательной арестантской похлебке. Человек, наконец, со вчерашнего утра промаявшийся, ходючи без цели по городу, на сыром ветру. На вечернем морозе, усталый, измученный и не имевший во рту ни единой крошки. Тут уж нет ничего мудреного, если такому голодному человеку при окончательной невозможности хоть чем-нибудь насытить себя, прийдет вдруг в голову странная мысль позаимствоваться у собаки ее обглоданной костью. Вересов, понюхав свою находку, сырым мясом попахивает. «Верно, как-нибудь?» Собака ее на сеной смесного стащила Ларя и унесла в свое логовище, в то время как торговка затраторилась соседками. «По сеной. Известное дело. Шнырит очень много голодных собак, охотящихся таким вот именно способом». «Попробовать али нет», – колебался Вересов, «между волчьим голодом и человеческим чувством брезгливости». Эта мысль, возбуждаемая сильным аппетитом, на время даже дремоту его совсем разогнала. «А почему же нет?» – мыслил он далее. «Чем я теперь лучше собаки? Какая разница между этой сукою и мною? Ей даже может быть лучше моего, потому что она верно меньше меня голодна. Такая же бесприютница, как и я. Свела же вот судьба вместе. А может быть, и ее когда-нибудь у конуры на цепи держали. Может, и щец хозяйских давали каждое утро, а потом спустили почему-либо с цепи и со двора согнали. Вот и мается собака, и бродит себе. А может быть, и с самого дня рождения бродят по улицам без приютницей, пока фурманчики не пришибут. А то может быть. Так какая же разница между мной и ее? Чем я лучше? Почему мне не стать голодать ее костью? С голоду и человечину жрут. Вот, о, черт возьми, тут нечего думать. Когда голод давит, авось. Как погложишь, так меньше донимать станет. И он, преодолевая последний, уже слабый остаток отвращения, вгрызся в нее зубами. Но едва лишь почуяли эти голодные зубы ничтожный намек животной пищи, как настала для них самая жадная и яростная работа. Брезгливость и отвращение тут уже сразу исчезли. С остервенением грыз и голодал он эту кость, скобил ее зубами, стараясь высосать из нее хоть какие-нибудь питательные частицы. Раза два замерзлый и твердый хрящ на зубах его хрустнул, и Вересов поторопился проглотить его с величайшою жадностью. Но вслед за тем, все остальные усилия его, выгрызть и высосать что-либо из этой кости, остались вполне безуспешны. Собака на этот счет уже давно предупредила его. С отчаянием и глухою злобою застонал он сильно швырнувший в угол собачий огрызок. Десны уныли и свербели, и были в кровь изодраны от этих тщетных усилий. Но едва успел попасть в желудок кусок замерзлого хряща, как голод вдруг начал мучить с невыносимой силой. До этой минуты еще кое-как можно было терпеть его. Теперь же мучения мгновенно превзошли всякую меру. Окровавленные и надсаженные десны сжимались, зубы скрипели и ожесточенно требовали своей естественной работы. Густая и как будто горьковатая слюна сочилась во рту. И Вересов в забытии, ухватив зубы края рогожи, который был покрыт, вырывал из нее мочалки, сосал их, грыз и пережевывал. Но проглотить не мог. Они жестко и сухо останавливались в горле и дальше не шли, а только кололи, щекотали там. С усилием откашлялся Вересов, пережевыванный комок мочалки и выбежал. Как одурелый из своей каюты. И еще раз выплюнул. Он бросился в снег и жадно стал глотать его. Горсть за горстью. Он отламывал от барочных ребер только что настывшие ледяные сосульки, и они быстро хрустели в его голодных зубах. Снег и лед обманчиво утолили несколько его голод. По крайней мере, он был не до такой уж страшной степени невыносим и болезнен. Работа желудку, хоть какая ни на есть, все-таки задана. Вересов с трудом вернулся в каюту. Изнеможенный повалился на свое место и сразу заснул тяжелым, крепким, почти до обморока бесчувственным сном. Да это и в самом деле скорее был обморок, нежели усыпление. Положение Маши почти совершенно походило на положение Вересова. Один был выпущен из тюрьмы, другая из больницы. Оба вполне бесприютны, беспомощны, беззащитны. Оба скитались бок весь где и как, бок весь по каким улицам, без цели и назначения, потому что надо идти, потому что негде, решительно негде отдохнуть и успокоиться. Только один сначала встретил свою вольную волю широкой, светлой и радостной волей, пока не одолели усталость до голод. Другая же после больницы вышла на свет с горьким раздумьем, а потом скиталась с чувством бессильной и отчаянной тоски. Судьба или случай привели ее к фонтанке, неподалеку от Обуховского моста. И точно так же, как и Вересов, она в тяжелом раздумье, усталая, остановилась на набережной и лицом к реке облокотилась на гранитную решетку. «Нет, так жить нельзя, невозможно», – шептала она, глядя на застывшую воду. «Чем так-то мается, лучше сразу покончить. Минута и конец. И конец, конец всему. Да вот и искать-то долго нечего. Вода под рукою. Сойти вниз и в первую же прорубь». И с этой мыслью она на минуту забылась. Как бы уставши думать и рассуждать о чем-либо. «Так что же?» «Так или не так?» Очнулась Маша через несколько времени, быстро подняв свою голову. «Так или не так?» «Эх, да что тут думать?» «Благослови Господи!» И, спешно перекрестившись, она решительным шагом пошла к ближайшему спуску. Огляделась и видит по той стороне реки полуразрушенная барка зимует. А по этой шагах в двадцати к середине замерзлого протока две елочки над прорубью покосились. Маша тихо и осторожно подошла к этим елочкам, словно бы к чему-то неизвестному и таинственному. Минутная решимость начала понемногу оставлять ее. Хотя она сама еще не замечала этого, совершенно бессознательно уступая инстинкту жизни и самосохранения. Остановилась на краю и даже за колючую ветку слегка рукой ухватилась. У ног ее чернилась прорубь, и Маша, серьезным, почти строгим выражением лица, стала смотреть в эту темную воду. Она как будто хотела разгадать, что там делается в глубине под водою. Расслушать какие-то подводные звуки, голоса, проникнуть острым взором вглубь. Чтобы разглядеть, какая там есть эта жизнь подводная. Какая черная. Темнота-то какая. Прошептала она почти невольно, отклоняясь немного назад и потянув в себя дух от какого-то захолаживающего в груди ощущения. Утопиться. Стоит только скинуть с себя лишнюю одежду и ступить вперед ногою. Нет. Соскочить лучше, да. Если прямо соскочить, это лучше будет. Скорее ко дну пойдешь. Ко дну. А если не сразу? Если не удастся сразу потонуть, тогда как? А хватит тебя всю водою. Так и окует. А ведь она теперь холодная. Ух, какая холодная. Черная. Темно. Ничего разглядеть нельзя. Холодно в воде-то. Я думаю. Особо как захлебываться станешь. Холодно. И Маша еще больше отклонилась в сторону, тогда как всю ее внезапно передернуло нервическим трепетом при одной мысли о речном холоде. В ту минуту этот холод не то, что представился, а именно как бы почувствовался, ощутился ей с такой поразительной, отчетливой ясностью, как будто не в воображении только, а на самом деле испытала она всю живую ощутительность холодной воды. Нет, страшно, страшно. Слабо закачала головой под обаянием туманящего ужаса. Но прошла минута, прошел и ужас. Маша опять стала мыслить. А жить? Разве жить лучше? И разве теперь вот не холодно мне? Там одну минуту будет холод, минута и кончена. А тут всю жизнь, всю-то, всю-то жизнь, как есть. Только холод, холод, ой, страшно. Нет, уж лучше решиться сразу. И Маша снова решительно и смело ступила на самый край проруби. Опять зачернился у ног ее темный кружок воды, отороченный ледяной коркой. И опять при виде его замедлилась Маша. В эту минуту она стояла совсем уже не размышляя, как бы утратив даже самую способность думать. Но за нее и в ней самой снова стал действовать бессознательный инстинкт жизни. Маше казалось, будто она так себе, без всякой причины, замедлилась и безучастно глядела рассеянным взором по ту сторону канавы. Вдруг в это самое время заметила она, что с противоположных сходок на лед какой-то человек спустился. Помешают. Минкнула искорка в сознании девушки. Лучше переждать, чтобы уж не успели вытащить. Но она обманывала себя, едва ли даже сознавая это. Ей казалось, что ничто иное, как только одно желание получше, поудобнее исполнить свое намерение, заставили ее переждать, пока пройдет через канаву посторонний человек. Тогда как именно один только инстинкт жизни и вызвал в ней мысль об этом пережидании. Инстинкт жизни, хватающийся самым затаенным, незаметным лукавством за первый подходящий случай в свою пользу. Но смотрит Маша. Посторонний человек, вместо того, чтобы переходить на ее сторону, вступил на барку и направился вдоль нее к каюте. Вошел в дверцу и тотчас же назад подался. Переждал немного и опять скрылся туда же. Что же это значит? Он, верно, сейчас выйдет опять. Назад вернется, думает Маша и ждет. Скоро ли это случится? Обернулась назад и видит. На набережной изредка прохожие показываются. Что же это я стою? Пожалуй, заметят еще. Догадаются, да наблюдать станут. Домикнулась она. Лучше уж отойти к набережной, да обождать под ней. Пока тот выйдет. И, отойдя к берегу, она прислонилась к гранитной стене так, что сверху было бы трудно разглядеть ее. Прошло около 10 минут, а человек из барки не возвращается. Что же это значит? С удивлением задает себе вопрос Маша. И вдруг ей пришло на память, что у них в Колтовской и на Петербургской стороне неоднократно, Бывало, рассказывали, как разные мошенники около перевоза держат по зимам ночлежки в пустых барках, выходя оттуда на грабеж и даже, случается, людей иногда убивают. «Верно, и здесь мошенники», – подумала она, но при этой мысли не ощутила ни малейшего страха. Рассудок с сознанием своего отчаяния и горя говорил ей, что надо покончить с собою и покончить сегодня же. Так, статочное ли дело при таком намерении пугаться ей каких-нибудь мошенников? Ноги ее меж тем начинало сильно знобить от продолжительного стояния на льду на одном и том же месте, а порывы ветра пронизывали ее холодом. Однако, чего же я жду в самом деле? «Только время даром уходит», – стряпнулась Маша, стряхнув с себя все эти посторонние, почему-то преимущественно ползущие в голову мысли, которые как-то сами собою непрошены появляются у человека именно в подобные и, по-видимому, самые решительные мгновения его жизни, когда, казалось бы, вовсе не должно быть места в голове посторонним мелочам, а эти мелочи меж тем так и плывут одна за другой, словно прихотливые клочки облаков по небу. И снова подошла она к елочкам. И вдруг снова встают те же самые мысли и ясно воображаемое ощущение холодной воды и невольный ужас при взгляде на темный кружок проруби. «Нет, я не могу утопиться, сама не могу, сил не хватает», – прошептала она в отчаянии. «Господи, ведь это, это самоубийство. Страшно. Ужас какой. Не могу я». И вдруг увидела Маша, что человек выбежал из барки, бросился тут же на снег и стал копошиться в нем. Что именно делал он? Она понять не могла и только пристально следила за его движениями. Мысль о своем положении и необходимости умереть заволоклась в ее голове каким-то туманом. Она как будто потеряла нить этих мыслей, как будто они исчезли куда-то и испарились подобно туманному облачку, от Маши вдруг ушло куда-то ее настоящее, ее прошлое. А сама она безучастно и безостановочно глядела в эту сторону неизвестного человека, словно бы ей и делать больше нечего. Случается, что именно такие бездумные, безучастные, рассеянные минуты откуда-то вдруг слетают на человека среди самого беспредельного отчаяния и горя. Душа человеческая, словно бы от сильной усталости, возбужденной этим отчаянием, возьмет друг, да и закоченеет, замрет, застынет совсем на несколько минут в таком вот рассеянном и ко всему безучастном положении. Нет в ней ни намека мысли, ни намека чувства, нет даже во всем организме ощущения какого-либо. Стоит Маша и смотрит на человека, а для него стоит и зачем смотрит, про то и сама не ведает. Но вот он снова поволок ноги в свою барочную конуру, верно больной, подумала она. И с этой мыслью словно очнулась, что же теперь остается умереть? Духу не хватает, жить тоже не хватает решимости. Она тихо побрела вдоль, по замерзлой реке, туда, где черенелась, как темный зев, арка моста. Вошла в эту арку и остановилась, осматривается темно. Сверху дробный топот копыт раздается, глухо, невольно кажется, будто от этого топота и гуло сейчас обрушится арка. Но арка крепка и стоит нерушимо уже многие десятки лет. В темноте ничего не видно под мостом, ничего. Остаться разве здесь, подумала Маша, здесь все же спокойнее. Отсюда не выгонят, не увидят. Говорят, что иные ночуют под мостами. И она уже думала было, где бы поудобнее приютиться у гранитной стенки. А ветер с двух сторон, врываясь в узкое пространство арки, свистел и был под сводом. С какой-то дикой, словно бы одушевленной силой, и невольно наводил страх на молодую девушку. Опустилась Маша на лед, подли кучей свезенных сюда уличных осколков мерзлой грязи и снегу, и вдруг рука ее уперлась в какую-то шерсть. Маша быстро вскочила на ноги и с отвращением выбежала вон из-под арки. Сердце ее быстро ёкало, и колени дрожали от ужаса. Это была какая-то дохлая падаль. Но девушке почудилось, будто она ухватилась за волосы человеческого трупа. Ей сделалось страшно. Страшно быть одной. И потому она торопилась убежать из этого места и снова очутилась недалеко от полуразрушенной барки. Там верно люди есть, подумала она. Глядя на притворенную дверь каюты, там можно приютиться. Пойду к ним. Может, не выгонят. Упрошу Христа ради. Эта мысль, давшая слабую надежду на приют и спокойствие, немного ободрили девушку, которая, несмотря не смело, переступила порог каюты. Но вместо человеческого голоса услышала одно только глухое ворчание. Все тихо. А людей как будто совсем незаметно. Что ж это такое? И Маша в недоумении остановилась у порога. Где же человек? Ушел он, что ли? Одна собака только. Господи. Все же это легче. Не одна хоть буду. Все же есть живое существо. Прислушалась. Ну, чу. Кроме рычания собаки, еще чье-то дыхание слышно. Ровное, сонное дыхание. Это, верно, такой же несчастный бездомник, как я, подумала девушка, все еще прислушиваясь к дыханию. Верно. И ему нет иного места на свете, кроме заброшенной барки. Стало быть, ни одна на свете, стало быть, и еще есть такие же. Может, и много их так-то шатаются. Да живут же ведь и в голоде, и в холоде. А не думают о смерти. Так думала Маша, и эта мысль нежданно-негаданно произвела на нее совсем особое впечатление. Она как будто несколько довольно эгоистически рада была, что не она одна такая на свете, что есть кроме нее и другие, которые, может быть, столько же, а может, еще и больше терпят домучатся. И ей как будто несколько спокойнее стало вдруг на душе от этого далеко не веселого ожидания. Вот спит же себе человек. Стало быть, если уж больше негде, так можно и здесь приютиться, подумала вслед за тем Маша. Обстоялась она несколько времени и чувствует, что в каюте не так холодно, как на улице, особо, как среди фонтанки. Да и ветер не продувает и как будто спокойней, чем не весь где по городу шататься. Она почти до изнеможения чувствовала страшную усталость, при которой после полного сознания о недостатке решимости на самоубийство ее пугала мысль бесприютного шатания по улицам, вплоть до рассвета, где ни сесть, ни простоять, сколько бы самой хотелось, на одном и том же месте нет никакой возможности. Придут и сдвинут, а не то люди вокруг соберутся, станут удивленно глазеть на тебя, да допытывать, зачем стоишь, мол, так долго, да как, да почему, да отчего именно с места не двигаешься, чем там шататься, так лучше здесь отдохнуть, решила Маша, выискивая себе место в противоположном углу от Вересова. Не выгонит же он меня отсюда, а и выгонит, так все-таки хоть сколько-нибудь отдохнуть успею. Зачем ему гнать, ведь барка-то столько же и моя, сколько и его барка общая. И, успокоенная таким решением, девушка плотнее закутала голову и грудь своим широким платком, покрепче запахнула свое пальтишко и села, прижавшись к стене в темный угол. Вскоре ее охватил не то что сон, а какое-то легкое, тонкое забытье, скорее даже оцепенение, при котором как будто и спишь, и в то же самое время смутно окружающую действительность слышишь. Был первый час в начале, когда проснулся Вересов от холода, который начал пробирать его члены. Спал он около трех часов, и этот сон, не подкрепляя, только хуже еще разломил ему все тело. Открывши глаза, он заметил в каюте какой-то зеленоватый полусвет, допускающий различать, хотя и смутно окружающие предметы. По небу носились клочками беловатые тучки, разорванные ветром из одной сплошной массы, покрывавшей горизонт уже несколько суток. В вышине стояла полная луна, и несколько зеленовато-серебристых лучей ее пробивались в два барочных оконца, и двумя туманными полосами косвенно пронизывали темноту каюту. Одна из этих полос западала в противоположный угол, и неровными пятнами ложилась на лицо и местами на скорчившуюся фигурку Маши. Вересов начал глядываться, и с полуиспугом заметил сперва чье-то лицо, тускло озаренное луною, а потом и всю эту фигурку. «Подумал было он, будто это во сне ему грезится, но тут же и убедился, что не спит, и что в действительности в том углу есть кто-то». «Кто тут?» – громко окликнул Вересов. Девушка вздрогнула, раскрыла глаза и пристально стала глядеть на своего саночележника, но с места не двигалась. «Кто тут?» – еще громче, и с некоторым беспокойством повторил последний, подымаясь на ноги. Маша робко встала и торопливо направилась к дверке, как вдруг тот ухватил ее за рукав и пристально стал всматриваться в лицо. «Я уйду. Я сейчас уйду», – прошептала Маша, испуганная его неожиданным прикосновением. «Да я не гоню». «Разве я гоню тебя?» – возразил Вересов. «Я только спросил, кто ты?» Девушка без ответа опустила голову, она не знала, уйти ли ей или остаться, и пока в нерешительности стояла на одном месте. «Ты была одна здесь?» – спросил Вересов, который боялся, чтобы какой-нибудь новый обитатель покинутой Барки не выжил его из этого логовища. «Одна», – прошептала смущенная девушка. «Зачем ты здесь была?» Ответа не последовало. «Что тебе здесь надо было? Зачем ты была здесь?» – повторил все еще опасавшийся бездомник, которому не хотелось расставаться с последним своим убежищем. «Да? Когда деваться больше некуда, надо же куда-нибудь», – возразила девушка. Вересов успокоился. «Так ты все равно так, как и я. Обоим нам некуда», – проговорил он кротко, опуская ее рукав. «Оставайся. Куда ж идти-то? Зла я тебе никакого не сделаю. Оставайся себе. Места хватит». Маша еще с минуту постояла раздумчиво и вернулась на прежнее место. Вересов тоже улегся пот для собаки и долго из своей темноты смотрел на девушку пристальными глазами. Она по-прежнему свернулась в комочек, скорчилась, закутавшись в пальтишко и сидела в углу, плотнее прижавшись к промезлой стенке. Оба молчали. И это молчание длилось довольно долго. Слышно были только их дыхание, да порой слабые щенячьи взвизгивания. А Вересов все еще не спускал с нее взоров. Холод пробирал Машу, забирался в ноги, в локти, а оттуда вдоль спины, под лопатком, она неревически вздрогнула и, встрепенувшись, зябко потянула в себя воздух сквозь сжатые зубы. «Тебе холодно?» – спросил друг Вересов, глядевши на нее в эту минуту. «Холодно!» – ответила дрожащая Маша. «Что станешь делать? Вот подожди до утра. К заутренней зазвонят. Пойдем, пожалуй, в церковь. Там печки к тому времени истопятся. Можно согреться». И он опять замолк, продолжая глядеть на девушку. Он раздумывал что-то, борясь между состраданием, такой же, как и сам несчастный, и эгоистическим поползновением не уступать ей жалкие выгоды своего положения. Наконец, первое превозмогло. «Ступай, пожалуй, сюда. Здесь теплее. У меня рогожина тут есть». «Предложил он. Ляг вот тут. Прикройся. А ты как?» – отозвалась Маша в нерешительности принять его предложение. «Я уж в досталь лежал. Мне ничего. А мы по переменке будем. Холод-то какой. Проклятый. Ой, ну и холод. Не, ничего. Я и здесь буду. У меня платок есть», – отозвалась она. «Ну, как знаешь», – поспешил закончить Вересов, будучи рад, что можно по-старому остаться под рогожью. Прошло еще минут с десять, в течение которых он уж снова было начал слегка забываться о дремотой, как вдруг услышал, что зубы соседки бьют лихорадочную дробь от холода. Его и самого порядком-то знобило. «Эх, ведь ты какая!» – начал он с досадливым укором. «Зовешь тебя, а ты не хочешь. А сама вон зубами щелкает. Ступай, говорю, ко мне. Ложись подле. Так-то вместе теплее будет. Мне ведь тоже холодно. Ведь вон собака греет же щенят под собою. Этак, больше тепла будет». Девушка подумала с минуту, но холод преодолел. Она поднялась из угла и перешла к соседу. И легли они рядом, покрывшись дырявую рогожью. Холод сблизил этих двух человек, которые совсем не знали друг друга, даже о физиономиях один другого не имели. Составить себе понятия никакого, потому что едва-едва лишь могли различить их при слабом свете двух тусклых полосок лунных лучей, проникающих порой сквозь оконца в их темное и холодное логовище. Они походили скорее на два каких-то животные существа, в сознании которых лежал теперь один только инстинкт – защитить себя от холода. И они крепко-крепко прижались друг к дружке, обнялись руками, обхватили ногами один другого, забившись с головой под тощую рогожку и старались в общем дыхании отогреть свои лица, свою грудь, шею. Тут уже было позабыто всякое различие полов, им и в голову не пришло совсем, что один мужчина, другая женщина. До того ли им теперь было? Эти крепкие объятия являлись у них невольным, как бы инстинктивным следствием того, что холод чересчур уже пронимал, что являлось чисто эгоистическое желание предохранить себя от мороза. А достичь этого удобнее можно было лишь только прижавшись как можно крепче один к другому и дышать, 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 чтобы хоть сколько-нибудь согреть холодный воздух под рогожую. Тут было одно только обоюдное ощущение – ощущение холода и одно только обоюдное животное желание – желание согреться. Между тем голод, который во время сна несколько поутих было, проснулся теперь снова и стал еще более мучителен, чем прежде. Вересов чувствовал в желудке какую-то сжимающую судорожную боль, от которой подымалась в груди тошнота, а во рту густая голодная слюна накипала. Он не выдержал этих страданий и начал стонать, и в злобном отчаянии до крови кусал свои руки и ногти. Маша тревожно подняла голову. «Что ты? Что с тобой?» – беспокойно спросила она шепотом. «Я есть хочу. Я голоден». Рыдающим воплем простонал Вересов, судорожно корчась и ворочаясь на своем месте. «Нет, это невыносимо. Я голову размажу себе». Внезапно и стремительно вскочил он, вне себя от отчаяния и злобной тоски. Маша в испуге поднялась тоже. «Пусти», – оттолкнул ее Вересов. «Пусти, или я задушу тебя». Та отшатнулась и глядела на него из угла в недоумении и страхе. Голодный человек, скрежещая зубами, ударился затылком о стену. И вслед за тем она слышала, как несколько раз повторился глухой, сухой и короткий звук, который издавала стена от ударов об нее человеческого затылка. Только и было слышно, что этот странный стук доскрежет зубов. Маша бросилась было к нему, но в это самое время с рыданиями и стоном, изнеможданный, он рухнул на пол, катаясь по полу. Вересов был человек нервный, слабый, не умевший владеть собою и легко поддающийся высшей степени отчаяния. Ибо подобные натуры вообще способны больше, сильнее чувствовать каждое ощущение и даже сильно преувеличивать его в своем сознании. А в эту минуту отчаяние и боль от голода, соединенные с мыслью о полной безысходности, о том, что и завтра, и послезавтра предстоит все то же самое, вывели его из последнего терпения. «О чем ты? Что с тобой?» – повторила Маша, приблизясь к нему и спустясь на колени. Первое движение ее при виде этого неистовства было бежать отсюда. Но в ту же минуту человеческое сострадание, сочувствие и понимание подобного отчаяния остановили ее. Несмотря на собственный страх и горе, она осталась и даже поспешила к нему на помощь. «Ты голоден, Боже мой? Так ведь можно же купить хлеб!» «Купить?» Вересов приподнялся на «Купить, купить, а!» «Так ты еще смеешься надо мной?» Он сильно схватил ее за руку. «Да нет, у меня деньги есть!» Воскликнула Маша, не зная, что ей делать и куда деваться, и как вырваться от этого бешеного, и в то же время болея о нем и желая помочь ему. Деньги? Ты не лжешь? У тебя деньги есть? Давай их сюда! Давай!» И он быстро поднялся с полу. Неожиданная надежда утолить свой нестерпимый голод мгновенно дала ему новые силы. Маша торопливо опустила руку в карман, достала оттуда несколько медиков, насколько горсть захватила, и сунула их в ладонь дрожащего Вересова, который в ту же минуту опрометью бросился вон из барки. Девушка вздохнула несколько свободней. Уйти бы скорее отсюда. Было первое движение Маши, как только она осталась одна, перестав прислушиваться к удаляющимся шагам Вересова, которые, наконец, затихли, когда он поднялся на набережную. И она вышла из своей берлоги. Но чуть показалось только за дверку, как вдруг ее охватило холодным порывом ветра и снова всю проняло до самых костей. На набережной тускло мигали фонари, и до рассвета было еще не близко. Куда ж идти? Где там шататься? Уж лучше здесь до утра переждать. Теперь одна ведь, подумала она, и снова спряталась в каюту, забившись, как прежде, под рогожу. Она думала об этом несчастном, голодном человеке, вспоминала последние мгновения его отчаянного неистовства и с ужасом представляла себе, что не сегодня, а завтра, и ей предстояло то же самое. Только теперь она вспомнила, что с самого утра тоже ничего в рот не брала. И при этой мысли как-то вдруг почувствовала некоторый позыв на пищу. Она была голодна. Только голод ее до этой минуты не давал себя чувствовать, задавленный множеством других тяжелых ощущений. И лишь тогда, когда живой пример с ночлежника представил ей это чувство, со страшными его последствиями, она вспомнила про голод свой собственный. И ей захотелось съесть, захотелось согреться чем-нибудь теплым, выпить чаю в стакан. Но удовлетворить этому позыву не было никакой возможности. Маша вздумала удостовериться, сколько у нее денег осталось, и рука ее в кармане ощутила одну только медную пятикопеечную монету. Стало быть, я полтинник ему дала, сообразила она, и ей стало досадно, жалко. Зачем так много? О себе не подумала. Бог весь кому отдала последние деньги. А теперь сама-то что станешь делать? Прошло около получаса времени, и с тех пор, как ушел Вересов из барки. Маша в тупом оцепенении решилась терпеливо дожидаться рассвета, как вдруг скрипнула дверка, и раздался его голос. Ты здесь еще? Здесь? Испуганно ответила девушка. Спасибо за хлеб. Я есть тебе принес. Хочешь есть? И он вынул из-за пазухи три хлеба, разрезанных наполовину, и в каждом из них торчало по куску ветчины. Маша хотела бы приняться за эту закуску, как снова Вересов остановил ее. Ты постой, ты выпей прежнее. Я ей водки с собой принес, сказал он, вынимая из кармана косушку. Я не могу, не пью я, возразила была девушка, а ты выпей, говорю тебе, настойчиво перебил ее Вересов. Ведь зазябла совсем. Как выпьешь, отогрейся. Он сколопнул пробку и подал ей посудину. Маше и есть хотелось, и в то же время жажда томила ее. Так что она сразу хватила три-четыре крупных глотка и закашлялась. Ей еще впервые приходилось пить водку. Как воду, доселе же она имела, а вкус ее самое смутное предпонятие. Почувствовала, как зажгло внутри, возяблой груди, желудке, как легкое и приятное тепло внезапно пошло переливаться по всем суставам. И с жадностью принялась за свой хлеб. Вересов проглотил остатки и тоже принялся за жевание. Ни разу еще в жизни своей не жевал он с такой волчьей жадностью и не глотал куска с таким наслаждением, как в эту самую минуту, работая над сухой и ржаной ветчиной в своем темном и холодном месте берлоге. Получивший от Маши полтину, он не пошел, а побежал, превозмогая боль и тяжесть в ногах по проспекту к Синой площади. Тюрьма послужила таки ему к приобретению кое-какой опытности. В тюрьме узнал он, что на Синой существуют кое-какие заведения, где неофициальным образом производится торговля и в ночную пору. А в окнах горят огни, а входная дверь вплотную приперта. Но стоит лишь постучаться, и она гостеприимно откроется. В тюрьме же узнал он, что на Синой, позади Гаптвахты, близ Спасского переулка, существует одно из подобных заведений, называемое Малинником. Оно было наиболее знакомо ему по многочисленным рассказам. Отыскать же хорошо известные по тем же тюремным рассказам приметы его было вовсе не трудно. Особо, когда проводником человеку служит нестерпимый двухсуточный голод. Он постучался в двери, но тут же заметил, что она не затворена, а только приперта для виду. Дернул ее со всей энергией и вбежал по лестнице в буфетную комнату. Пока ему доставали спрошенный шкалик водки, не разбирал, накинулся он на первый попавшийся кусок, выставленный за буфетной стойкой, и остервенело стал жанкать краю хучерстого пирога. Чем вызвал даже удивление со стороны буфетчика, привыкшего вообще ничему почти не удивляться, вследствие непрестанного пребывания своего в этом заведении. «Эк, тебя как хрястаешь! Видно, голод не тетка!» – заметил он, выливая в стаканчик водку. Вересов, ничего не отвечая, залпом проглотил ее и снова накинулся на следующий кусок пирога. Как вдруг буфетчик схватил его за руку. «Будем, Олес, не шали! Ты это самое, прежде деньги да вынь, да положь на стойку!» – предложил он. «А то, может, в кармане-то у тебя шишка и ловая, а ты на ширмака налопаться норовишь. Это не модель дело!» Вересов высыпал на стол все захваченные собой медики и распорядился, чтобы ему приготовили косушку водки до четыре перекланца с ветчиною. «Ну, вот в обрез! Как есть! Полтина и будет! А деньги-то есть еще, а ли все?» – вопросил буфетчик. «Все тут!» – проживал голодный, снова протягивая к пирогу свою руку. «Все! Так не трожь! Чиненного, а лишь одного поклеванника не бери, а то и не хватит, не отпущу!» – предупредил буфетчик. «И Вересов жадную быстротою сообразил, что пеклеванный хлеб будет побольше, повесистей, чем кусок пирога. И потому, сколь не хотелось есть, решился переждать минутку. Но каким небесным благодеянием показалась ему прелотеплая и пропитанная всякою мерзостью атмосфера этого отвратительного приюта. Пока ему готовили закуску, он топтался на месте, размахивал руками, тер ладони и в то же время дожевывал свой пирог, стараясь поскорее обогреться в комнатном тепле, и не успел еще буфетчик приготовить ему первый поклеванник и положить в него кусок ветчины, как он уже выхватил у него из-под руки то и другое и снова принялся с необыкновенной быстротою теребить зубами это явство. Отвратителен и печален вид жрущего таким образом человека, но неизмеримо отвратительнее и печальнее безвыходный человеческий голод. Вересову не хотелось уходить отсюда, потому что хотелось подольше пользоваться теплом, за которое особой платы не полагалось. Но он вспомнил, что там в барке, быть может, ожидает его прихода другое голодное существо озяблое. «Если не вернуться, так ведь это стало быть, я ограбил ее», – подумал он. «А может, она мне последнюю копейку отдала? Может, завтра сама она из-за меня будет так мучиться? Ведь бесприютно!» «Эх, нехорошо, надо вернуться», – решил он напоследок и только с минуты на минуту медленно уходить, чтобы хоть сколько-нибудь еще обогреться. Недалее как за каких-нибудь четверть часа перед этим, когда он испытывал мучительное до отчаяния и зверства доводящее чувство голода, ему казалось, нипочем не только что ограбить, но даже и убить себе подобного человека. Да, он весьма легко может встаться и убил бы Машу в порыве своего иступления, приняв за насмешку ее слова о хлебе, который можно купить, если б она не поспешила отдать ему свои деньги. Теперь же, когда первый кусок хлеба дал ему первое утоление животным, которое мы называем человеком, пробудилась и его действительно человеческая сторона. Он вспомнил о другом своем голодающем и холодающем собратье. Запихав в карман посудину водку, да за пазуху три остальные пеклеванника, он, нехотя, полунехотя, потому что приходилось наконец расставаться с теплом, кое-как обогретый, кое-как утоленный побежал обратно в барочную, в берлогу свою, питая в душе сладкую надежду наполовину оставшейся в запасе пищи. Голодная собака, услышав чавканье и запах удобного, поднялась с места и приблизилась к Вересову. «Что, и ты, небось, хочешь?» – проговорил он, думая поделиться с нею и в то же время эгоистически не решаясь расстаться со своим куском. Собака в темноте обнюхивала его лицо и пеклеванник. «Вижу, что хочешь, вижу!» – продолжал он со вздохом, отламывая добрую половину хлеба. «И ветчины, ветчины, небось, так же хочешь. Ну, на и ветчины тебе, потрескай и ты заодно. Спасибо не выгнала от себя. Это тебе за это!» – говорил он, ласково теребя ее морду. Собака, почувствовав на зубах своих пищу, тотчас же отошла в свой угол и, положив кусок между лап, уплела его с быстротой не хуже Вересова. «Ну, вот, ты просишь», – заговорил он только что, успев поделиться с Машей последним из принесенных пеклеванников, когда собака снова подошла к нему и, тихо виляя хвостом, стала визжать и обнюхивать. «Ну, уж так и быть. На тебе еще только чур. Не просить больше, потому последний», – сказал он, сунув ей в пасть половину своей порции. Маша и от себя уделила половину. И затем снова улеглись они под рогожку, закутавшись, один в своем пальто, другая в бурсунишку, снова крепко переплились руками и плотно прижались они друг к дружке, в надежде ради обоюдного тепла провести таким вот образом остаток ночи, пока не заблаговестят за утренней. Водка согрела и сразу одурманила Машу. Голова ее кружилась, глаза смыкались под обаянием какого-то тяжело и в то же время сладко наплывающего сна. И через две-три минуты она крепко заснула, забыв и свои невзгоды, и свое настоящее, и свое прошедшее. Заснула тем сном, каким только может спать, изнемогший от утомления, но, слава Богу, сытый и немного пьяный человек, в свои молодые крепкие силы и выносливые годы. Заснул и Вересов, как убитый, почти одновременно со своей незнакомой, но сроднившийся в общей доле саночлежницей. Вересов. 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 Вересов.